Здравствуйте! На канале СКОТ Новости, студия Оксана Шкаева. 18 лет колонии строгого режима. Такое наказание гособвинение просит назначить новокуйбышевскому убийце Сергею Молеву. Напомним, по версии следствия, в октябре прошлого года 42-летний мужчина с помощью топора и ножа убил свою знакомую. Жительницу Новокуйбышевска Ирину Павлову и ее 16-летнего сына Кирилла. Мнение сторон выслушала наша съемочная группа. Свою вину Сергей Молев полностью признает. С самого начала он сотрудничал со следствием, но флоднокровным убийцей себя не считает. По его словам, кровавую расправу совершил в состоянии аффекта. По версии Молева, то есть ссора началась с того, как Павлова предложила ему заниматься незаконным оборотом наркотических средств, на что получила отказ. После отказа Павлова начала ему угрожать, угрожать его семье, его жене. После этого, уже на почве возникших неприятных отношений, Молев и совершил данное преступление. Его версия потом подтверждается уже доказательством в ходе предварительного следствия и исследованного судебного заседания. По данным следствия, 43-летняя погибшая Ирина Павлова действительно имела отношение к незаконному обороту наркотиков и даже была судима за это. В ходе ссоры Молев нанес ей многочисленные удары топором, от которых женщина скончалась. Позже с помощью топора и ножа подсудимый расправился с ее 16-летним сыном. Затем, пытаясь замести следы, инсценировал ограбление квартиры, ушел, прихватив драгоценности. По словам его адвоката, выступление которого в пленях длилось около 40 минут, убийство было спонтанным. Я прошу определить ему наказание, ну не такое, о котором сказал прокурор, и за 18 лет лишения свободы, я считаю, что этот срок явно завышен. Это достаточно еще молодой человек, ему 42 года, хотя бы у него будет возможность выйти и увидеть свою мать, еще более дорогой. В качестве смягчающих обстоятельств суд также учтет положительные характеристики Молева, его язву желудка и наличие на иждивение несовершеннолетнего ребенка. Приговор Молеву планируют вынести уже на следующей неделе. Павел Баймаков, Владимир Терентьев, СТВ. В Самарской области предъявлено обвинение четырем жителям поселка Рощинске. Это молодые люди 21 года и 17 лет. Один из них уроженец Испании с российским гражданством. По версии следствия, в период с 20 по 21 мая они совершили убийство 39-летнего жителя Самара Александра Васильева, с которым ранее повздорили на трассе в Остском районе. Мужчину избили в том числе палками и металлическим домкратом, затем погрузили в багажник его же машины и на ней вывезли в окрестности поселка Пахаре. Там сожгли вместе с машиной. В настоящее время все четверо обвиняемых задержаны. Им предъявлено обвинение по пункту Ж, части 2 статьи 105. То есть убийство совершенной группой лиц по предварительному сговору. Санкции статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободного. Однако есть несовершеннолетние, то есть наказание их не может превышать более 10 лет. Четверть миллиарда рублей были обналичены незаконно. В Тольятти сотрудники ФСБ задержали двоих участников преступной группы. По информации силовиков, они организовали схему выведения из-под финансовой и налоговой контроля госорганов денежных средств путем их перевода из безналичной в наличную форму обращения. По имеющимся данным, общая сумма проведенных и обналиченных денежных средств только в период с марта по июнь этого года составила свыше 250 миллионов рублей. При этом доход самих членов ОПГ составил порядка 12,5 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная банковская деятельность». В Самаре в убежище времен Великой Отечественной войны разместят исторический музей. Речь идет о бункере Минобороны СССР в санатории Волга на 7-й просеке. Его еще называют бункером Жукова, потому что строили во времена командования маршала. Наша съемочная группа отправилась в подземелье, где прошла закрытая экскурсия. На глубине 30 с лишним метров не обойтись без теплой одежды и резиновых сапог. Обычно коридоры затоплены по плечи, но сейчас откачали воду. Хотя и в полной воды бункер каким-то образом попадают диггеры и умудряются оставить надписи, а иногда и забывают личные вещи. Бункер Министерства обороны СССР пустовал с 1941 года. Только спустя 76 лет в этом году сюда попала первая группа экспертов. Это пока еще не туристы. Эксперты оценивают состояние, в котором находится помещение. Здесь есть несколько залов, в том числе зал заседаний, который за моей спиной. Вполне возможно, что там проходили какие-то знаковые совещания, которые влияли как-то на события военного времени. Рядом со мной сейчас с правой стороны находится труба, по которой поступал сюда воздух. Она сейчас находится в таком полуразвальном состоянии. Сейчас здесь воздух уже поступает за счет того, что бункер открыли. Что касается коммуникации, то здесь есть даже проводка с 1941 года, и она в рабочем состоянии. Стены от сырости частично разрушились, но там, куда вода не подступила, сохранилась лепнина. Коридоры построены так, что здесь свободно можно передвигаться в двух направлениях. Бункер Жукова оснащен двумя лифтами. На площади в 300 квадратов могут спастись 100 человек. Формально бункер называется заглубленным пунктом Генштаба. Он может выдержать сильнейшую бомбардировку противника. Строился он в тяжелую годину. В 1941 году готовился отступление сил и управления страны на восток. И мы знаем, что Самара всегда имела статус запасной столицы. И этот объект является частью тех работ, которые проводились для обеспечения безопасности руководства. И возможности управлять в любых условиях. У бункера два входа. Со стороны санатория и со стороны Волги. То, что на берегу, оборудуют для маломобильных граждан. Это одно из главных требований активистов ОНФ, которые предложили организовать здесь народный музей. Самарцы могут принести экспонаты для фонда. И им после этого выдадут именные билеты. Мы идем по пути народного музея. Мы кинули клич в социальных сетях. Мы дальше будем этим заниматься. Уже сегодня у нас готовы принести патефон и подобную технику. И я думаю, что в принципе первоначальная экспозиция будет готова даже к концу лета. По поводу времени на приведение в то состояние, которое позволит обеспечивать по сути непрерывный такой проход тоже организованных групп. Я думаю, что реально до мая следующего года, то есть в течение 8-9 месяцев, это обеспечить возможно. Личные вещи солдат, которые участники поискового отряда «Сокол» нашли в Смоленской области в мае этого года, это первые экспонаты народного музея. Это находки 41-го года. Это то страшное отступление летнее, июнь-июльское, потому что по медальону одного из бойцов указана дата на обратной стороне вкладыша смертного медальона. Третье, 07-41-го года. Мы договорились пока в первом приближении о том, что поисковики Самарской области, представители регионального отделения поискового движения России, откроют постоянно действующую выставку, которая будет состоять из артефактов, поднятых с полей лесов сражений Волгоградской, Калужской, Смоленской, Ленинградской областей, Тверской области. И надеюсь, что из всего комплекса, который там будет представлен, наша экспозиция займет достойное место. Передать экспонаты в музей горожане могут напрямую в санаторий «Волга». Подробности на сайте регионального отделения ОНФ или в группе ОНФ Самарской области ВКонтакте. Продолжая выпуск, хочу сообщить, что программа «Дежурные по городу» летом будет выходить внутри информационного блока Самарского телевестника. Ну а мы вернемся к вам сразу после того, как Илья Егоров расскажет очередную коммунальную историю. Нормально выполнять свою работу коммунальные службы или не могут, или просто не хотят. В эфире «Дежурные по городу». Здравствуйте. Улица Некрасовская, 49. На въезде во двор образовался провал, размеры которого постепенно увеличиваются. Это чуть больше месяца назад образовалась сначала небольшая яма здесь провал, потом все больше и больше. 15 мая мы подали заявление от имени жильцов в управляющую компанию «Жилсервис» и в «ЖУ-6». Через две недели из «Жилсервиса» пришел ответ, что это не наше дело, пусть этим занимается администрация. Представитель администрации также сюда приходил, посмотрел, сфотографировал и сказал, ну будем связываться с СКС. Скорее всего, здесь у нас труба о холодном водоснабжении проходит. Уже было где-то лет 10 у нас провал такой же, и месяца два мы были без воды. Теперь вот опять вот оказались перед такой ситуацией. Пройти невозможно, особенно вечером. У нас малые дети. Вот смотрите, никому ничего не надо. Ни скорой не может проехать, ни никто. Вот, пожалуйста, темно. У нас было освещение, вон там фонарь висел. В прошлом году подъезд ремонтировали и отключили нас. Никакого освещения нет, здесь темно. Да все, туда можно провалиться, да и все. Без проблем. СКС, это водоканал, нынешние теперь самарские коммунальные системы, они тоже не приезжали. Этим должны заниматься и управляющие компании, по идее, они их должны вызывать. И они должны, в общем-то, следить за этими коммуникациями. Ну вот, такая ситуация. Ну, извините, неизвестно что там. Там может быть утечка, и все это идет под фундамент дома. У нас и так дом весь в трещинах. И что дальше будет, я не знаю. Надо, во-первых, вскрыть, наверняка выяснить, по какой причине образовался провал. Или, может быть, когда они 10 лет назад ремонт этой трубы делали, они недостаточно хорошо утрамбовали. Если это так, то это еще хорошо. А может быть, там протечка идет, и бог ее знает, что там получится у нас. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Большегрузом въезд запрещен. В Самаре планируют ограничить движение фуру весом свыше 8 тонн в дневное время. Напомню, 30 мая Самарская губернская дума приняла соответствующий законопроект. Он коснется тяжеловесных и крупногабаритных машин, а также транспорт, который перевозит опасные грузы. На выведение непосредственно затронет и крупные промышленные предприятия города. Представители бизнеса высказали свою точку зрения по этому вопросу на совещании с участием министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина. Согласно региональному закону, запрет на въезд будет действовать с 6 утра до 10 часов вечера в течение года. При этом для круглосуточного движения грузовиков останутся открыты Кировский мост, Заводское и Южное шоссе. Если закон будет принят, то норма начнут действовать уже с августа. В любом случае решение будет принимать губернатор. На сегодняшний день закон не подписан. Я по итогам сегодняшней встречи должен докладывать губернатору. Мы будем создавать рабочую группу и на рабочую группу будем уже детально обсуждать транспортную схему. Но мы, с другой стороны, понимаем, сейчас сколько сетевых магазинов везет груз в город. И когда груз везется в город непосредственно в жилые зоны большегрузным транспортом, большетоназным транспортом, это тоже не есть хорошо. Такие ограничения временные. Еще немного информации в нашем коротком видеообзоре. Ремонт Красноглинского шоссе в Самаре в районе завода Пепси начнут в ближайшее время. В связи с этим дорога станет односторонней по направлению в город. Движение в противоположную сторону планируют организовать в объезд по улице Южной поселка Красная Глинка. Точная дата изменения схемы движения пока не названа. Автобусы 165 и 167 маршрутов отныне ездят непосредственно до Садово-дачного массива «Страмиловские дачи». Напомним, ранний участок дороги в Оржском районе не отвечал нормативным требованиям, и общественный транспорт там курсировать не мог. В итоге, по согласованию с ГИБДД, схема движения была укорочена. После проведения необходимых ремонтных работ Департамент транспорта администрации Самары пустил автобусы по данному участку. Самарские потребители задолжали за холодную воду и водоотведение более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Самыми злостными неплательщиками являются физические лица, имеющие прямой договор с поставщиком услуг. Сумма задолженности составляет без малого 700 миллионов рублей. Это на 4% превышает показатели начала мая текущего года. Всего же за 2017-е жители Самары оплатили 86,8% от начисленной суммы за услуги водоснабжения и водоотведения. Другим темам в Самаре прошла специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. 15 крупногородских предприятий предложили рабочие места на своем производстве. Какие профессии сегодня особо востребованы и стоит ли ждать поблажек от работодателя в нашем материале? В своей 28 Ренат Сайфудинов уже опытный оператор ПК. Работал в разных компаниях. Однако сегодня снова в поиске. Работа для него не только источник заработка, но и путь к саморазвитию. На ярмарке вакансий вариантов трудоустройства множество. Мне очень близка компьютерная технология, потому что я с самого детства люблю заниматься компьютерными технологиями. Поэтому и выбираю специальность. Потому что у меня функционал ограничен и, соответственно, ищу работу сидящего и за компьютером. Рабочие места предложили 15 крупных предприятий Самары. Специалисты готовы помочь подобрать подходящий вариант и в ходе беседы подробно описать условия трудоустройства. В базе данных городского центра занятости более тысячи вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вакансии больше востребованы, конечно, с надомным трудом, с временной занятостью. В общем-то, у нас такие вакансии также есть. Вакансии самые разнообразные. Это вакансии служащие, это и менеджеры, это и продавцы, это и швеи, это и рабочие профессии. Специализированные ярмарки вакансий проходят раз в 4 месяца. Посещаемость всегда высокая, до 700 соискателей. С начала года в Самаре трудоустроено более 200 маломобильных граждан. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. О спортивных событиях в жизни региона в обзоре. Александра Семенова. Крылья Советов начали сбор в Сербии. В расположении команды находится 21 футболист. При этом состав еще будет корректироваться. У нас появятся новые имена. Селекционная работа продолжится. Напомню, у самарской команды произошли изменения и в тренерском штабе. У руля нашего клуба встал хорошо известный в Самаре Андрей Тихонов. И после вылета Крыльев в ФНЛ задача будет стоять возвращение в российскую премьер-лигу. В состав хоккейной «Лады» пополнил 30-летний канадец Чарльз Генуэй. В прошедшем сезоне он защищал цвета финского йокерита. В регулярном чемпионате КХЛ в 52 матчах он набрал 25 очков и 43 минуты штрафа. При показателе полезности плюс 6. Зимой Чарльз в составе сборной Канады, составленной из игроков, выступавших в Европе, стал обладателем Кубка Шпенглера, а также принял участие в матче звезд континентальной хоккейной лиги. Ранее защитник играл в минорных лигах Северной Америки и Зарижская «Динамо». Появятся новички, но в Акуйбышевской новый совсем скоро руководство и тренерский штаб команды приступят к селекционной работе. При этом основной костяк клуба должен быть сохранен. Ведь в прошедшем сезоне волжане проявили себя с лучшей стороны. При весьма скромном бюджете они достойно выступили в элитном дивизионе отечественного волейбола. Теперь задача улучшить результат. У меня все на этом. Далее программа абзац и прогноз погоды. За решение выпуска напомню адрес сайта георгий лиманского gslimansky.ru Читайте наши новости в социальных сетях о группах СКАТ СТВ Самара и заходите на наш сайт. Ну и прощаюсь с вами. До свидания. До встречи.